3 июня. Алена Леоносейка. На Руси 3 июня отмечался праздник Оленин день. В народе у праздника имеются и другие названия. Еленин день, Алена Леоница, Аленкин день, Алена Леоносейка, Константинов день, Константинов сяник и другие. С таким событием связано несколько поверья обрядов. Люди верили в то, что защитят себя от болезней, если проживут этот день правильно. На Леонин день на Руси съели лен и коноплю. Для хорошего урожая существовал обряд. Женщины брали по одному-два яйца в каждой избе, затем пекли их в одной печи. После этого яйца клали в мешки с семенами льна. Мужчины, добравшись до поля, должны были сначала подбросить яйца высоко в небо, чем выше подбросили, тем выше вырастет лен. Затем яйца нужно было съесть, а скорлупу принести домой. Хозяйки толкли ее в ступи и подсыпали куром, чтобы они лучше неслись. Если пассивными работами занималась женщина, ей нужно было снять рубашку и работать ногой. Предполагалось, что лен должен пожалеть бедную женщину, у которой нет даже одежды, и дать хороший урожай, чтобы она могла соткать ткань. В этот день можно было сеять огурцы. Чтобы растения росли дружно и дали много плодов, женщины бросали на грядки старый лапоть. При этом говорили, как густо этот лапоть плелся, так густо и мои огурцы, чтобы плелись. А еще говорили так, Елене льны, а Константину огурцы. Что нельзя делать на оленен день? Женщинам в этот день не следовало заплетать косы. Считалось, что от этого волосы будут плохо расти. Некоторые верили, что, заплетая волосы, красавица запутывает свою судьбу, делает ее сложной и тяжелой. Также считалось, что лен вырастает низким и запутанным, если женщине 3 июня заплетают косы. Очень длинные. На оленен день нельзя было купаться в озере, реке или пруду. Согласно преданиям, в это время проказничал водяной. Если нечистая сила заманить человека, непременно случится беда. Если на оленен день погода была дождливой, говорили, что осень будет затяжной и ненастной. Снег или град в этот день не предвещали ничего хорошего. После таких погодных явлений часто следовал неурожай. Кроме того, снегопад и ледяную крупу ожидали и на 3 декабря. Всем добра и крепкого здоровья!